Всем привет! Сегодня у нас в гостях директор креативного агентства Red Cats и первого в России фестиваля креативных индустрий G8. На наш вопрос отвечает Виталий Быков. Для начала расскажите, пожалуйста, как вообще устойно среднее креативное агентство? Какие есть отделы, департаменты, взаимодействуют начальник и подчиненный? Ну, для начала, наверное, надо сказать, какие услуги креативное агентство предоставляет. Креативное агентство это та компания, которая придумывает идеи для рекламы. То есть они не размещают рекламу, не покупают время на телевидении или не размещают рекламу там, не знаю, в ютубе, они только придумывают и производят эту рекламу. Вот классически есть такое понятие, как реклама-производитель и продвижение рекламы. Поэтому если говорить про креативное агентство классическое, которое только придумывает рекламу и производит ее, то обычно в таких агентствах есть один или несколько креативных директоров, которые отвечают за весь креатив. И есть генеральный директор, который отвечает за финансы, документы, не знаю, оборудование, офис, отвечает за то, чтобы все эти креативные люди в какой-то комфортной среде работали и им было удобно и они эффективно выполняли свою работу. Вот. Поэтому отделы не так важны, потому что каждое креативное агентство, оно на чем-то своем специализируется. То есть нельзя встретить два одинаковых креативных агентства. Основной принцип заключается в том, что у тебя есть какой-то административный штат людей, которые выполняют менеджерские функции, бухгалтерские, продюсерские. И есть креативный штат людей. Это копирайтеры, художники, иллюстраторы, дизайнеры, сценаристы, арт-директора и прочие творческие специальности в зависимости от того, чем занимается агентство. Спасибо. А вот чтобы стать арт-директором, допустим, креативным директором, нужно ли взять релевантное образование? Я думаю, что нужно, потому что релевантное образование дает понимание ремесла. Человек может быть очень талантливым, может что-то клево придумывать, но есть ремесло. Ремесло — это, например, типографика. И если креативное агентство или арт-директор занимается брендингом, рисует логотипы, то ему неплохо бы знать историю типографики и погружаться в то, как создаются шрифты, какие бывают шрифты, кто их производит и как строится весь процесс производства этих шрифтов. Это какая-то ремесленническая, очень глубокая тема, которую самостоятельно изучать тяжелее, чем профессионально это изучать в университете. И я могу сказать, что большинство креативных директоров или арт-директоров, которые мне попадались, они все-таки имели специализированное образование. Иногда самоучки, тоже достигают успеха. Это нормально, но это не исключает того, что они изучают все те же самые предметы, но просто они это изучают самостоятельно и, может быть, даже дольше, потому что в институте ты концентрировано в одно время учишь эти предметы. А так у тебя, если ты самоучка, у тебя изучение растягивается на всю жизнь, и ты перескакиваешь с одного предмета на другой. Но в этом нет ничего плохого. Просто я могу сказать, что если мы говорим про то, что вот ваша цель – это творческая специальность арт-директорская, то скорее вы в ней достигнете успеха, если у вас будет специализированное образование. Хорошо. Спасибо. А люди, которые приходят к реактивным агентствам, что их объединяет как специалистов или, может быть, личностным планом? Да, это классный вопрос. Спасибо, Ксюша. Смотри, в основном этих людей может объединять две вещи. Первое – это то, что они все время делают разные проекты. Им нравится, ну, не, например, мобильное приложение Альфа-банка делать пять лет подряд и улучшать его, а им нравится перескакивать с одной задачи на другую, и эти задачи по сложности могут быть совершенно различными. Сегодня ты делаешь рекламную кампанию правительства Москвы, например, а завтра ты делаешь мероприятие в Шанхае. Вот. И это очень важный фактор, что ты как бы все время перескакиваешь на различные задачи, и это тебя может объединять, потому что ты все время сталкиваешься с новыми творческими задачами, и ты можешь эти творческие задачи с разными людьми по-разному решать. А вторая тема – то, что объединяет людей, ну, это вообще, наверное, атмосфера и достаточно и предоставление свободы действий. То есть, если ты доверяешь творческим людям какую-то часть работы и полагаешься на то, что они делают, то происходит какая-то магия, и вот эти команды, они объединяются, потому что они чувствуют, что им доверяют, и они могут что-то сделать свое. Если ты начинаешь вмешиваться сильно в эти команды, то вот эта магия пропадает, и люди делают просто механически свою работу. То есть вот мне кажется, что доверие и разные проекты, они сильно могут объединить команды. И тогда из-за этого работы директором креативного агентства, как управлять креативными людьми? Ну, смотри, я в течение своей жизни пришел к выводу, что управлять креативными людьми нужно незаметно. То есть нужна какая-то мягкая сила, не настойчивая, не жесткая, а управлять и мотивировать лучше, создавая определенную атмосферу и ставя четкие цели. Я часто в своей работе встречался с тем, что мы могли делать собственные проекты, ну, например, мы делали там шрифт из голых людей. Мы брали моделей, они ложились на пол, и мы фотографировали их в виде этого шрифта. И когда у нас стояла такая творческая цель сделать, проект назывался Body Type, можно было на сайт зайти и из обнаженных людей написать любую надпись и отправить к какому-то своему близкому человеку или неблизкому, смотря какая надпись. Вот. Но как бы вот когда стояла четкая, понятная задача, что мы делаем и к какому дню, а мы делали это к Новому году, это был такой творческий проект, люди делали это вовремя. А с другой стороны, когда мы, например, я не знаю, например, мы делали какой-то группе клип, то ли это тараканы были, то ли еще какая-то группа, но это давно было, и у нас не было срока сдачи. То есть нам сказали, делайте как захотите. Этот проект растянулся на год, и он не получился эффектным, классным, ну потому что никто не понимал, зачем мы это делаем, почему именно тараканом, почему не какой-то другой группе, когда мы сдаем, кто в этом участвует. И вот, отвечая на твой вопрос, очень важно четко ставить цели, для чего мы делаем эту работу. Почему нам надо, почему вот этот вот заказ для нас важнее, а этот мы можем как бы более свободно делать. Почему вот собственный проект мы каким-то дедлайном делаем, и чем он нам поможет. Если люди понимают, какую роль они играют в той или иной задаче, то им проще справляться с творческими вызовами. Спасибо большое. Возвращаясь к теме релевантного и не релевантного образования, скажите, чем вас может привлечь молодой кандидат? Будь он с нужным образованием или без образования? Мы очень часто и очень много брали людей в Red Cats, которые не имели профильного образования. Ну, то есть там, не знаю, однажды мы взяли психолога на работу, он преподавал в школе, вот, и он никогда не работал в рекламе. И мы его взяли, потому что он был очень яркий, творческий, он сделал классную презентацию, и нам понравилось, как он видит себя, как он видит мир. И вот какой-то необычный опыт человека, который он может привнести в нашу команду, и он готов прийти без опыта, и готов учиться, и просить сразу со входа небольшие деньги. И мы видим, что вот это, и мы видим, что у нас в команде сейчас не хватает какого-то человека такого, то мы берем. Вот мы с сегодняшнего дня, у нас работает такая девочка, Пелагей ее зовут, и нам она понравилась тем, что мы ее взяли как стажера в прошлом году, и она нам снимала тик-токи с нашего фестиваля, и они получились очень классными, мы поговорили с ней, узнали, что она хотела бы быть продюсером, и как раз нам нужен был продюсер, и мы взяли Пелагею, все сошлось. Вот, ну то есть нет какого-то ответа, что мы вот берем всех подряд, может быть замечательный человек, классный, уникальный, не знаю, он что-то клево делает, но вот нам в данный момент некуда его приткнуть, то есть мы его можем взять, а он будет просто бездельничать. Это тоже плохо, поэтому надо, чтобы совпала и наша необходимость, и какая-то творческая особенность, желание человека у нас работать. Не просто желание, а какой-то навык у него должен быть. Вот желательно, чтобы, наверное, в большинстве случаев, вот такой ответ, в большинстве случаев мы берем людей, у которых уже есть какой-то сформировавшийся навык. Он что-то умеет делать, необычно рисует карандашом, там, не знаю, как-нибудь круто снимает тик-токи, не знаю, или он пишет очень интересные, смешные анекдоты в социальных сетях. То есть если у человека есть какой-то уже сформировавшийся навык, то это всегда здорово. Или если это менеджер, мы смотрим там, какие языки он знает. Вот ты знаешь китайский, у тебя есть большие шансы у нас поработать. Вот, если мы будем выходить на китайский рынок все-таки. Как в целом выглядит день в агентстве? Ой, у нас нету стандартного дня в агентстве. У нас сейчас вообще такой поп-ап офис. В него то приезжают люди, то не приезжают. Мы стараемся 3-4 дня в неделю, ну, бывать в офисе. Но бывает и так, что всю неделю офис стоит пустой, там приходит 1-2 человека. Потому что кто-то на съемках, кто-то дома работает, кто-то уехал в отпуск, кто-то, не знаю, кто-то делает какое-то мероприятие. Поэтому вот мне на самом деле это очень нравится. Это такой немножко хаотичный процесс, но у нас есть какие-то точки, где мы точно собираемся. У нас есть вот Паша, исполнительный директор, который каждый понедельник нас собирает менеджеров на встречу. Мы обсуждаем все проекты, у нас есть вот Маша, она собирает всех креативщиков в понедельник и в пятницу. И они обсуждают, какие проекты были сделаны, что закончено, что не закончено, что перешло на следующую неделю. И вот эти вот как бы точки, календарь, который у нас есть, это все дисциплинирует. И мы в целом понимаем, что в агентстве происходит. Но мы можем, там, не знаю, какого-то человека месяц сейчас не видеть, два. Он просто удаленно работает, и у нас все нормально получается пока. Не теряется уровень координации, когда они удаленки? Ну, конечно, есть такие проблемы, потому что если нет вот этой вот личной встречи, а теряется какая-то, ты не видишь какую-то мелкую моторику, ты не видишь какие-то эмоции, какие-то нюансы в поведении. То есть вот если бы мы с тобой делали интервью в онлайне, то какие-то интонации, какие-то моменты, они бы терялись. Оффлайн не может заменить онлайн, это совершенно точно. И я стараюсь чаще с людьми видеться вживую. Вот такая встреча очная, она создает некую эмоциональную связь. И если ты в зуме что-то говоришь человеку, это может потеряться, забыться и не сделаться. Если ты вживую что-то человеку сказал, это скорее произойдет. Вот, поэтому определенно встречи вживую для нас важнее, тем более у нас очень короткие проекты. Мы делаем проекты две недели, месяц, и у нас много итераций. То есть вот пока мы с тобой говорим, там вот идет очень активная переписка в Телеграме сейчас, и буквально там через час я зайду, там будет куча сообщений, которые мне надо прочитать, вникнуть, что происходит. И такая динамика, она требует очного участия. Если ты делаешь какой-то долгий проект, то можно, в принципе, там каждый день не встречаться. Спасибо. А как появилось название «Рэпкетс» и что оно означает? Очень просто. Мой первый партнер, Валер Гольников, он иллюстратор, он рисовал персонажей с красными кедами. И одно из названий, которые мы придумали, мы решили назваться «Рэд Кедс». У нас было несколько названий, которые мы выбирали, и мы смотрели вообще, какие есть компании дизайнерские на рынке. И там были такие компании, как «Ахтунг Дизайн», например. И у нас был список из названий компаний, там одно из названий было «Гадский папа». И слава богу, мы выбрали «Рэпкетс», нам это очень сильно помогло. Спасибо. А как вы анализитесь к тренду? Нужны ли они вообще? Как вы за ними успеваете? И какие есть, может быть, сейчас, в чем вы спрашиваете? Ну, вообще, вся реклама, она построена на каком-то следовании, подсматривании за чем-то, за трендами, за какими-то известными людьми. И в рекламе, наверное, больше, чем в какой-либо, может, еще в фэшене, больше, чем в других областях обсуждаются тренды. Ну, то есть, я не слышал, чтобы там, не знаю, в современном искусстве или в кино обсуждались тренды. Давайте выпустим фильм под какой-то тренд. Ну, наверное, так тоже делают, но все-таки это немножко другая область. А вот реклама, она живо реагирует на социальную повестку, поэтому тренды все время нужны, и про них много пишут. И есть тренды дизайнерские, есть тренды социальные, есть тренды поведенческие, как люди себя ведут, когда покупают, там, не знаю, молоко. Там, не знаю, люди, например, сейчас молоко как покупают? Ты покупаешь молоко, вот? Ты идешь в магазин или ты в онлайне покупаешь молоко? Тебе привозят его или ты ходишь в магазин? Ну вот, а то есть что-то поменялось, да? Вот это для рекламистов это важно. Если поменялось поведение, то есть если раньше люди шли за молоком в магазин и было важно, как упаковка выглядит на полке, то сейчас важно, как эта упаковка выглядит в картинке твоего телефона. И, соответственно, это тоже тренд. Эти тренды, они бесконечные. Мы можем сейчас с тобой сесть и придумывать каких-то трендов. Можно самому генерить тренд и говорить, что вот это тренд. Можно говорить, что вот там синий цвет это тренд, там или коралловый, или еще какой-нибудь. Ну то есть можно следовать трендам, можно в рекламе создавать эти тренды, попытаться создать этот тренд. Я вообще издатель, я книжный издатель. Я учился в университете печати и издавал книжки. Я работал в разных издательствах. Самая, наверное, моя интересная работа была в Международном институте рекламы. Я издал около 10 книжек по рекламе разных авторов. Это было где-то в 99-м, в 2000-м году. А потом я стал менеджером. И я был бренд-менеджером по марке Гарри Поттер. Я работал в Росмене. Тогда Гарри Поттер только появился. Это был 2001-2002 год. И я занимался тем, что производил пеналы, ручки, ластики с изображением Гарри Поттера. И вот в 2001 году, какой там, Нимбус-2001 был сначала, да, или 2000 в Гарри Поттере. Вот, собственно, книжка Гарри Поттера первая появилась в 2000 году. Был Нимбус-2000 метла. Потом была, и вот мы в 2001 году продавали Гарри Поттер рюкзаки и всякие штуки с Гарри Поттером по первой книжке. Потом мы продавали, потом вышла вторая. И когда каждый год выходила, ну вот я два года, полтора-два года работал в издательстве. Занимался производством канцелярской продукции и всяких, ну, это подарки, канцелярская продукция. На английском это Gifts and Stationery. Вот, это большая категория товаров. Там, не знаю, больше, наверное, тысячи наименований всяких товаров было у нас. Вот, мы делали дизайн, производили это все и продавали в книжных сетях. Вот, и я, поработав в издательствах, через какое-то время решил сделать дизайн-студию вместе со своим товарищем Валерой. И мы сделали в 2004 году дизайн-студию, но она открылась в 2005. Вот, и я из издательства, из как бы, у меня было много друзей рекламистов, но я как бы не стремился заниматься рекламой. Так просто сложилось, хотя у меня факультет назывался издательское дело и реклама. Вот, и как бы я перешел в креативное агентство. Оно как-то само произошло. То есть, вот, у меня не было мечты свое креативное агентство иметь. Интересно. А вы же управленец, да? То есть, вы управляете, занимаетесь, принимаетесь. Да. А есть ли в этом творчество? Конечно. Ну, мне же нужно, ну, творчество — это разглядеть талант в человеке, например. Или, ну, я всячески стараюсь не участвовать в проектах, но все равно мне приходится в них участвовать. И когда ты 20 лет занимаешься рекламой, ты так или иначе имеешь свой взгляд, свой вкус и свое мнение по этому поводу. И, например, там, не знаю, вот мы делаем сейчас совместный проект с фэшн-дизайнером. Мы хотим выпустить какую-то одежду. И, как бы, я в этом участвую. Мы обсуждаем, а что надо выпустить. Худи или футболки какие-то надо придумать. Вот. Или мы делаем, мы выпустили свою книжку. Вот, буквально вчера нам сдавали тираж. И я участвовал в придумывании этой книжки. Мы делали детскую книжку для обучения детей 6-10 лет рассказывать истории. Дети с родителями могут садиться и учиться с маленького возраста рассказывать истории. Связано и интересно с началом и концом. Классно. Мне как раз маленький брат. Падал. А как вы расставляете приоритеты в работе и просто в жизни? Что для вас привычка? Есть какой-то принцип? Ну, вообще у меня нету разделения на работу и личную жизнь. То есть у меня не делится. То есть у меня нету выходных, например. То есть для меня нету такого, что я в воскресенье не буду брать трубку по работе. И нету такого, что если мне нужно что-то сделать личное, то оно отступает на второй план в будние дни. То есть если мне надо, я могу найти время, пойти с женой в кинотеатр в будний день. И поэтому для меня есть какой-то общий поток, одна жизнь. И эта жизнь не делится для меня на личное и неличное. А приоритеты? Ну, это самое сложное, наверное, потому что когда ты все время находишься в потоке, тебя забрасывают какими-то задачами, сообщениями, и тебе нужно каждый день что-то делать, тебе надо иногда останавливаться, говорить, вот все, я сейчас недоступен, потому что есть какое-то важное дело, которое я должен сдвинуть с места, иначе я буду постоянно отвечать на вопросы, на сообщения, и вот это важное дело не сдвину. Вот. Но в целом, мне кажется, я с приоритетами достаточно неплохо справляюсь, потому что мы делаем большое количество проектов, прям большое. Какие-то из них умирают, какие-то из них что-то действительно получается клевое. Но там одновременно, наверное, вот у нас сейчас у агентства немного людей, там в команде у нас человек 15, но мы одновременно делаем, ну, проектов 30, может быть, и они все делаются. И можно там спуститься пониже, есть еще, там, не знаю, 500 каких-то дел, которые маленькие, их тоже надо сделать. У меня есть мой планировщик Туду от Майкрософта, есть Туду, это такой. Я туда записываю все дела, которые мне надо сделать. У меня есть календарь, я живу по календарю. Я стараюсь раз в неделю сесть за стол, взять чистый лист бумаги и написать из головы все дела, которые мне нужно сделать. И мне это помогает как бы структурировать и понять, что, а, вот это вот мне сейчас прям важно, а вот это не важно. Вот это, ну, как бы вот такой вот прием, когда ты, ну, что-то выписываешь на бумагу или садишься там за компьютером, пишешь свои просто дела, он очень сильно помогает, вот, структурировать работу и как-то выбирать, что важнее, а что нет. Ну, вообще, это такой довольно иррациональный подход. То есть здесь, здесь нету какой-то жесткой структуры. Она, это очень гибкая структура, и я могу сегодня выбрать один приоритет, завтра другой. И мне это нравится. Из этого получаются хорошие проекты. Спасибо. А куда дальше расти Директ Крекретивного Адинства? Куда дальше карьерный? А там, ну, нету лестницы, там как бы развитие, оно больше идет личностное, и смотря, что хочет Крекретивный Директ. Можно сегодня сделать рекламную кампанию Кока-Колы, а завтра сделать грандиозное шоу на открытии Олимпиады. И следующий трек – это более сложный проект, более многосоставной. Сегодня ты делаешь ТикТок, завтра ты делаешь фильм. Понимаешь, то есть креативный директор, и копирайтер, и арт-директор – это не, ну, как бы не совсем карьерная история. Это больше про творческое развитие, и про вызовы, и про цели, а не про какой-то карьеризм. Поэтому следующего шага у креативного директора – это могила. Вот только и все. То есть сделать проект и умереть.